Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями, ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня я в очередной раз с хорошими новостями, потому что тот пакет экономических стимулов, который мы ждали в течение длительного периода времени, наконец-таки приобрел статус полноценного закона. То есть ранее Конгресс США обеими палатами за него проголосовал, и мы знали, ориентировались на пятницу, как на своего рода дедлайн, когда под законопроектом должен был бы подписаться американский президент Джо Байден и дать этому проекту статус закона. Это произошло раньше, поэтому сегодня торговая сессия пятницы только лишь, по сути, начинается, друзья. Мы еще говорим о реалиях азиатских торгов, но уже можно сказать, что рынок заряжен на продолжение роста по всей категории рисковых инструментов, потому что американская экономика получит почти 2 триллиона долларов. Существенных изменений в этой программе экономической поддержки не произошло, поэтому мы, как и ранее, можем точно говорить, что американские домохозяйства получат практически 1 триллион долларов. Как это скажется на динамике фондового рынка, ранее об этом много было сказано. Почему я делаю ставку на рост рисковых инструментов? Потому что новые меры экономического стимулирования, сейчас будут еще комментарии по поводу вчерашнего заседания Европейского Центрального Банка, там также довольно важное заявление ЕЦБ Кристин Лагард, которое мы можем закинуть в топку, вот в этот котел базы с аргументами в пользу ралли рисковых инструментов. Но сейчас, конечно же, больший акцент нужно делать на меры экономического стимулирования США, которые точно разогреют американскую экономику, и в целом такой приток ликвидности, с учетом того, что ожидать, что эти деньги точно простимулировать потребительскую активность, могут привести к тому, что темпы экономического восстановления американской экономики превысит 5%. Это очень много для такой большой экономики, как США, такого развитого рынка. И давайте посмотрим в моменте, раз у нас такие оптимистичные комментарии, как реагируют на эти новости американский фондовый рынок. СНП, на который мы ранее поглядывали, только с позиции бычьих перспектив, вчера обновил исторические максимумы. 3942 пункта. Сейчас мы котируемся практически рядом с этим значением. И цель, как вы помните, по СНП была, в принципе, даже до конца этой недели. Но, честно говоря, я брал небольшой временной лаг, задержку, потому что нужно, чтобы участники рынка привыкли к идее новых экономических стимулов, просто осознали, сколько от этого триллиона долларов, который достанется американским домохозяйством, все-таки пойдет на американскую фонду. И уже когда все это будет окинуто общим, кругозорным взглядом, поняли, что фондовый рынок – это сейчас самый настоящий пороховой заряд. Безусловно, друзья, эти меры экономического стимулирования, которые приведут к неоднократному обновлению и NASDAQ, и Dow Jones, и S&P, исторических максимумов, сделают всю секцию еще более перекупленной. И, конечно же, все это завершится каким-то грандиозным обвалом и крахом. Я не питаю иллюзий относительно того, что рост фондового рынка теми темпами, которые мы наблюдали до пандемии, и с года в год будет продолжаться и дальше. Конечно же, мировые центральные банки очень эффективно стали бороться с последствиями ковида, но и через бешеные экономические стимулы и неограниченные, по сути, действия и активность по печатанию денег, все это, в конце концов, приведет к серьезным негативным последствиям. И им придется через какое-то время все это расхлебывать. Но я думаю, что в рамках 2021 года мы особо негативить, наверное, точно не будем, потому что, как ни крути, мировая экономика сейчас подсажена на иглу экономического стимулирования, и пока ковид окончательно не отступил, все все равно будут оставаться с четким пониманием того, что пока ситуация с экономическими ограничениями, даже частичными, остается в действии, в любой момент центральный банк может снова запустить печатный станок и дополнительно подогреться экономический рост. То есть в рамках 2021 года, друзья, я спокойно предлагаю вам смотреть на то, что происходит на фондовом рынке, не задумываться о его перекупленности и просто работать по тренду. Тем более, что текущее движение, когда мы фактически сейчас находимся на временном отрезке, когда несколько часов назад был согласован пакет экономических стимулов, мы точно можем поставить на рост S&P, NASDAQ и Dow Jones. Кстати, NASDAQ это единственный индекс пока что в категории отстающих. Dow Jones, который раньше был последним в плане восходящей динамики, уже 4 дня подряд переписывает исторические максимумы. S&P, друзья, 4 тысячи пунктов уже этот рубеж не за горами. Доллар 91.50, ну раз уж понятно, делается такая большая ставка на рост рисковых активов, я отношусь к категории тех трейдеров, которые, наверное, выучены в экономической школе, при которой невозможно параллельная солидарная динамика защитных инструментов и рисковых активов. Если вы считаете, что вместе с фондовым рынком будет в космос лететь и доллар, ну, друзья, я не знаю, может быть у вас была другая школа, и вы считаете, что такое возможно. Я придерживаюсь позиции продаж американской валюты, настраиваюсь на то, что индекс доллара после решения об экономических стимулах будет только дешеветь. Я еще раз напоминаю вам про последний релиз по инфляции, который показал, что базовая инфляция, самая важная компонента индекса потребительских цен, остается подавленной. Это значит то, что нет предпосылок для возобновления агрессивных и панических распродаж американского рынка долга. И хочу добавить пару копеек, скажем, на основании вчерашнего решения Европейского центрального банка, который тоже переживал за рост доходности американских облигаций, но сделал ровно то, что, на мой взгляд, должно было сделать ФРС ранее. Для того, чтобы все-таки загасить вот это пламя, костер сброса облигаций, сообщил о том, что увеличивает объемы программы количественного смягчения в рамках экстренного фонда покупки облигаций. То есть, если бы ФРС раньше это сделал на своем заседании, сообщив о том, что готов покупать больше облигаций, конечно же, автоматически, как следствие, повышенный спрос на казначейские облигации, трежерис, привел бы к тому, что доходность по ним пошла бы вниз. Но он этого не сделал, возможно, еще не пришло время, и если распродажи на рынке долга повторятся, то он это непременно задействует. Ну, в плане такой риторики. Поэтому индекс доллара 91.50 я рассчитываю на снижение в районе 91 и впоследствии на развитие долгосрочной нисходящей динамики, которая приведет индекс доллара ниже 90 пунктов. По золоту, мой взгляд, не меняется. Ближайшая цель 1750. Фондовый рынок уже проговорили. Цель ближайшая 4000 пунктов. Нефть растет третий день подряд. У меня спрашивают, опять же, в комментариях для разных издательств, которые в целом посвящены и сектору энергетики, что с рынком нефти может быть дальше. Я в качестве основной идеи сейчас транслирую посыл того, что котировки нефти, скорее всего, уйдут на обновление многомесячных максимумов. Это гораздо выше 70, это, возможно, даже выше 75 долларов за баррель. И считаю, что если вы разделяете с позиции фундамента сейчас другую точку зрения, то вы должны либо ставить на вероятность появления нового штамма коронавируса, который мрачит перспективу экономического роста, либо вы считаете, что до 7 апреля пройдет экстренное заседание ОПЕК, плюс на котором они примут решение увеличить объем нефтедобычи. Если это так, друзья, тогда да, я разделяю вашу точку зрения и считаю, что нефть обвалится. Ранее, как вы помните, я ставил на то, что ОПЕК поднимут производство нефти еще на прошлом заседании, но этого не произошло. Поэтому до 7 апреля, я думаю, что ветер будет в паруса быкам, и, соответственно, ничего не будет угрожать котировкам углеводородов. Евро против доллара 1,1965, максимум вчерашнего дня 1,1990. По итогам, самым важным, Европейский Центральный Банк признал сохранение понижательных рисков, пересмотрел в лучшую сторону прогнозы экономического роста на этот год до 4% с 3,9%, прогноз по инфляции 1,5%, но сообщил о том, что увеличивает программу покупки активов в рамках экстренного фонда помощи предприятиям лимитом до 100 миллиардов. Раньше этот лимит был на уровне 60 миллиардов. Конечно же, это не значит, что на 100 миллиардов будут выкупаться облигации, они могут остаться на прежнем уровне, но мы получили сигнал того, что ОЦБ готов действовать. И ранее я вам говорил, друзья, что при усилении мягкости риторики Европейского Центрального Банка у евро будет возможность вырасти. И мы, в принципе, 1,1990 чуть-чуть не добили до уровня 1,20, но это еще, как говорят, не вечер, и я ставлю на то, что рост европейской валюты продолжится. А вот по фунту сделали отметку 1,40, я в этой сделке не участвовал, но рекомендовал вам присматриваться к длинным позициям, потому что фунт – это тот же самый евро, австралийцы, новозеландецы, заряженные на восстановление не только исходя из эффективных компаний вакцинации и улучшения экономических перспектив, но еще и с позиции слабости доллара. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, классных выходных и до скорой встречи в понедельник. Всем пока!